Если у нас видео будет подписчик, сейчас я зачитаю письмо, а затем мы с вами дадим комментарии, дадим советы, так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Пишу вам с надеждой получить дельные советы от вас и ваших зрителей, так как я уже не понимаю, как мне быть дальше в моей ситуации. Я подписчица вашего канала уже более года, всегда с нетерпением жду новые видео, за это время неоднократно хотела поделиться с вами своей историей, но как-то все не поднималась рука написать. Мне всегда казалось, что есть более сложные ситуации, а моя такая пустяковая, типичная, недостойная внимания, но ввиду последних событий, как слог здесь, я таки решилась на это письмо. Постараюсь вкратце, насколько это возможно, объяснить, в чем проблема. Итак, с 2016 года я жила-работала в Турции сама, были контакты в перерывах, ездила домой в Украину довольно часто, танцевала восточные танцы, сцена моя первая любовь, этим и зарабатывала на жизнь. Снимала квартиру, обеспечивала себя полностью сама, могла своим родителям финансово помочь. С 14 лет я работаю, привыкла все свои проблемы решать самостоятельно. Сейчас мне 27 лет, моему молодому человеку-турку 24, мы в отношениях 3,5 года. Когда мы познакомились, я поняла, понятия не имела, что меня так затянуты эти отношения, так как изначально, с моей стороны, это были лишь отношения, откровенно говоря, для здоровья, для развлечения. Тогда я не знала турецкий язык и даже не подозревала, что он младше меня. Да и все равно было, если честно, мне как-то наплевать, так как я не планировала оставаться в Турции, заводить серьезные отношения, тем более с турком, мне это казалось чем-то невозможным и ненужным. Но тут, как по иронии, судьбу угородило влюбиться. Два года назад он предложил бросить работу, переехать к нему, якобы ненадолго, пока не найдем подходящее совместное жилье, к нему домой я имею в виду, наверное, да? Я долго сомневалась, но в итоге сдалась и переехала. Но это ненадолго длится и по сей день. Жил он с мамой тогда, отчимом, маленькой сестрой, сейчас ей 5 лет. Ради него я бросила все, любимую работу для него, неприемлемую. Родителей, друзей, свой дом в Украине, дом бываю теперь раз в год, максимум два. Он обучил меня турецкому языку, познакомил меня со своей семьей, со всеми родственниками. Все относятся ко мне хорошо, никто и никогда не сказал в мою сторону ничего плохого. Все называют меня невесткой, хоть мы до сих пор еще и не женаты. Вся его семья по папиной линии хочет нашей свадьбы больше, чем мы сами. Но нам всегда хотелось жить отдельно, ведь я не привыкла жить с родителями. Для меня это очень сложно, я чувствую себя каким-то гостем, а не хозяйкой. Это и логично, и правильно, потому что в доме хозяйка мама. Но это чувство как бы она вам и вселяет, и так и должно быть. Хоть и отношения с его мамой у меня очень теплые, хочется мне свой угол. Я не представляю себе прав, если бы мы не будем жить отдельно от них. Но он постоянно утверждит, что еще не время переезжать, что нет возможности сейчас. Мол, ой, Вадим, мое положение, всему свое время и так далее. Хоть он и обеспечивает меня полностью, я не чувствую себя в безопасности финансово, потому что я сижу дома, как будто бы деградирую, не развиваюсь. Я хотела бы работать, чтобы снова снимать квартиру самой. Но по понятным причинам вернуться в танцы-то я уже не смогу. Это АИП. Найти другую нормальную работу невозможно, так как у меня утормазаны. А работать нелегально по этой визе и портить себе визовую историю департами я не хочу. Я сейчас здесь остановлюсь. Вы заняли очень хорошую позицию, я не хочу, у меня условия. Есть такое, что условия меняются. И здесь очень многие, вот давайте не будем кривить душой, процентов, блин, 70 здесь из наших, они здесь работают нелегально. Так как он рос без отца, у него очень крепкая связь с матерью. Он всегда говорит, что пока я не куплю маме дом, я не освобожу ее от тягости аренды, не успокоюсь и не смогу куда-то переехать. На что я ответила, что у нее есть вообще-то муж, он об этом должен думать. Теперь ближе к сути. На этой неделе мы потеряли отчима, он умер от инсульта. Теперь я реально понимаю, что мать и маленькую сестру, пятилетнюю, он уже бросить никогда не сможет. Вся ответственность теперь за них легла на его плечи, и это навсегда. Теперь единственный кормилец это он. Я люблю его маму, сестру, мне очень жаль, что она потеряла мужа, а маленькая девочка отца. Я оказываю, конечно, поддержку во всем, помогаю, как могу и чем могу. Но сейчас пошли разговоры о том, чтобы съехать всей семьей в один общий большой дом, еще и вместе с мамиными родителями, дабы уменьшить расходы, и чтобы маленькая не чувствовала недостатка внимания с потерей отца, компенсировать ей это вниманием дедушки и бабушки. Я, конечно, его очень люблю, но я не знаю, как быть. Я тоже хочу свою семью с ним, но я не знаю, как долго я выдержу сожительства со всей его теперь огромной семьей. И я даже смирилась с тем, что его мама и сестра отныне будут всегда с нами. Я только хотела отделиться от родителей, и тут же умер отчим. И теперь переезд и создание собственной огромной семьи, мне кажется, чем-то вообще невозможным, учитывая последние события. Работает он сам на себя, рыболовный бизнес, у него есть свое судно и подчиненные. Но работа нестабильная, доход то есть, то нет. Я, конечно, понимаю, что он еще молод и не готов к семье и жене имбе, ему 24 года, кстати, напомню. Да и я тоже еще не готова на самом деле. Но есть любовь, такие чувства я еще никому не испытывала. Я не хочу его бросать, потому что очень люблю, но и не знаю, как быть в данной ситуации. Вот здесь это, скажем, акцент на это делаю, слушайте эту фразу. Стоит ли жертвовать собственными мечтами, дабы быть с любимым? Если надежда, то мы все-таки отделимся и сможем жить отдельно. Или лучше забыть его, и в голове у меня миллион вопросов. Сама фраза. Стоит ли жертвовать собственными мечтами, дабы быть с любимым? Если человек вас любит, и вы его любите, вам жертвовать ничем не должно приходиться. Это типичное, чистое, вы сами своей рукой это напечатали, написали, невротические нотки. Это невротические отношения. Жертва равно любовь. Я жертвую, я даю в дар, я себя ущемляю, делаю себе больно, равно от этого кайф. Я не хочу его бросать, потому что очень люблю. Но и не знаю, как быть в данной ситуации. Как вы можете искренне любить человека? Когда вы его воспринимаете, его родственников, все-таки условия вообще какие есть, тогда все цело, вы же его любите. Нет противоречия. Если мне что-то не нравится, я это не выбираю. А у вас неудобство, дискомфорт какая-то, а боль равно любовь. Я это хочу совместить. То есть я готова любить и мучиться. Письмо это так вышло слишком длинным. Выслушаю прямолюбые мнения, лишь бы откровенные. Может кто-то был в подобных ситуациях. С нетерпением жду комментариев. Спасибо за внимание и возможную помощь мне. Ну я уже много еще сказала, да, отметила. Вы же конкретную помощь хотите, да, комментарии, что вообще делать, как поступать. Выбор-то тут небольшой. Вам либо расставаться, либо оставаться. Все очень просто. Либо я остаюсь, принимаю все как есть, продолжаю любить и мучиться. Либо я выхожу из этих отношений. Но у вас сейчас знаете, что может быть чувство вины? Типа вот у них тяжелые моменты, а я его предам, подставлю, в такой момент брошу. Ему тяжело-плохо, если я там с ним расстанусь. Нет, это уговоры в пользу бедных, это все еще невротический момент идет. Вы не должны думать о том, понимаете, скажем так, многие это не приемлят и не понимают. Но те, кто занимается психологией, ходят в психолог и так далее, они, эти люди знают, что отчасти нужно быть, если ты здоровая психика, эгоистом. Сначала думать о своих желаниях и потребностях, а потом уже о других людях. И самое главное, о том, ты заявляешь о своих желаниях и потребностях, а человек это принимает, либо нет, или какой форме он воспринимает агрессивно или спокойно, лайтово, это его выбор. И ты на этот выбор повлиять никак не можешь. Дело за ним. Твоя задача вообще быть счастливым, как личности, слушать себя, что я хочу. И транслировать людям, говорить, я хочу вот так, или мне комфортно вот так. Из вот этого элементарного момента выстраиваются границы, самооценка, принятие людей, дискомфорт уходит и тому подобное. Вот это самый базовый корень, что надо делать. Слушай, что я хочу? Свою душу, свой мозг, свое тело физически, да? То хочу я сейчас, наверное, поспать. Лег, поспал, если у тебя есть возможность на это. А если у тебя сейчас нет, ты в офисе сидишь, приехал домой, ну или же полежал 15 минут, покемарил. Ты все равно, скажем так, в кавычках, гништальт свой закрыл, свою хотелку, свое желание. Надо прислушиваться к себе. В этом вообще весь залог счастливого человека и вообще нормального существования. Но в силу своих неврозов, проблем, характеров, мы это называем, каких-то стереотипов, которые нам навешивают родители, научают нас чему? Привычек. Мы себя не слушаем. Мы живем для других. Как им хорошо. Как они нас воспримут. Если у меня низкая самооценка, для меня важно, как меня воспримут, как сесть, как встать. А может, я буду ненужен, а может, меня не примут, а может, меня отвергнут. Мне это волнует. У меня низкая самооценка. Я живу, исходя из вот этих критериев, свою жизнь строю, опираясь на это, чтобы меня, вот это сегодня почувствовать, себя защитить. А если у меня самооценка нормальна, то мне наплевать, как меня воспримут. Я буду делать так, как мне хочется, как мне удобно. И это здоровый эгоизм. Это не эгоцентризм, когда вокруг тебя, твоего я, все вокруг вертится. Это другая история. Не надо подкладывать понятия. Я сейчас, например, писать, а что все будут эгоистами, как мы будем тогда жить, друг другу не уступать и всякое такое. Это глобально, это вы чересчур копаете. Я говорю про любовь к себе и прислушивание к себе. А уже как ты себя слушаешь и чувствуешь, люди вокруг тебя воспринимают и к тебя, под тебя подстраиваются. Все просто. Но многие упорно не хотят этого делать, потому что они хотят видеть проблемы вообще. Ну, чем задницу просить свою напрягать, что-то менять, правильно? Можно же так жить и, например, Гальке написать, что вот, это невозможно, так вырастут одни эгоисты. Да нет, блин, такой растут здоровые люди, которые будут уважать границы других людей. И проблемы, конфликтов станет гораздо меньше. Ну, к истории девушки. То есть такие размышления были, но все равно это полезно послушать, да? Если вы спрашиваете, как я бы себя, когда Галя повела в этой ситуации, очень просто. Со здоровой психикой я бы рассталась. С психикой и невротикой я бы осталась мучиться продолжать. Потому что невротик кайфует от процесса, от страдания, от любви. Для вас любовь-то боль. Сам-то этот процесс нравится. Это же любовь еще укрепляется, становится сильнее. Я вам, принимать решение вам. Я вам так скажу, человек со здоровой психикой не любит. И знаете, это же мыши, которые едят колется, едят кактус, продолжают. Эти иголки налазят. Это здоровая ситуация? Нет, ненормальная. Соответственно, чтобы чувствовать себя нормальным, как бы для вашей психики было менее травматично, избежать этой ситуации, расстаться с человеком и сказать что-то другое. Вы даже сами говорите себе. Реально, ему 24 года. Какая свадьба? Вы о чем? Вы в Турции здесь живете? Это рано. Вам эту свадьбу лет через 7, вам 27. Это вам будет 34 года, а вам оно надо будет. Вам к этому моменту уже надо будет и рожать детей. Захочется, желание появится. Это не важно в общем. И я к тому, что, во-первых, Мурана, он это не скоро вам сможет дать то, что вы хотите. Во-вторых, вы сами написали, я еще и сама 27 лет, я не готова, я не хочу, я не созрела. Я вам больше скажу, знаете, на что надо подумать-то? Как вы оказались в невротической ситуации в таких отношениях? Вы выбрали работу, убежав от дома. Вы, конечно, любите своих родителей и так далее, семью свою. Но вы выбрали такую работу, род деятельность, уже так долго живете. Вдали от них вы от них сбежали в какой-то степени. Второе. Я не готова, не хочу, мне 27 лет. Ну, потому что, возможно, у вас какой-то неприятный бэкграунд из вашего детства или примеры родителей. Я не хочу повторять их судьбу. Вот такой на подкорочке может сидеть. Поэтому я не хочу, у меня нет желания создавать отношения с целью, там, ну, мне нравится, что меня любят, там, да, подарки дарят, доверие и все прочее. Но именно детей я не хочу, потому что это определенное применение ответственности и обязанностей, которые расписываются, даже, ну, так, подчеркивают свадьбу и тому подобное. Он еще не хочет, потому что ему 24 года. Он тоже говорит, я еще неустойчив на ногах, там, вот это вот все. А вы не хотите вам 27, потому что у вас какие-то свои причины есть, почему вы не хотите. Вот я вам советую сесть о себе подумать, проанализировать, почему я не хочу свадьбу, или почему, ну, как бы хочу, но она мне сейчас неинтересна в перспективах, да, или я не хочу, почему сейчас детей, что меня останавливает. Причина-то вот там у вас по-любому сидит какая-то, да. Как пример, может быть, такой вариант, да, есть, бывают такие люди сильные, успешные на работе, трудоголики, всего достигаются у них в порядке. Знаете, вот трудоголики, которые женаты на своей работе или замужем на своей работе, да, они не допускают вообще себе отношений, они популярны, может быть, ухоженные, красивые, с подтянутой фигурой, пользуются спросом популярности у противоположного пола и внимания, но либо они от серьезных отношений, либо они не доходят до какого-то серьезного развития, или они соскакивают очень быстро с отношений. И человек скажет, о, ну нифига, она какая-то высокомерная, и вообще, или он такой, баб перебирает, он вообще бабник, что он успешный, деньги есть, карьера есть, все круто, но он наслаждается моментом. Или так человек сам себя преподносит, у меня все классно, круто, не хочу себя ничем обременять. Но я вам скажу, скорее всего, это страх определенный внутри, испекание отношений, соскакивание с них. Если отношения становятся несерьезными, не так проще убежать. А если я чуть-чуть вижу какой-то один шажок, какую-то ступень к серьезности, развитию отношений с человеком, к симпатию, я убегаю. И я много работаю, зарабатываю, я успешно в бизнесе, у меня, во-первых, куда тратить время свое, да, во-вторых, я поднимаю тем самым себе самооценку, я себя уважаю, я такая взрослая, я молодец, мне за это можно уважать и любить. Это говорит о том, что у вас когда-то, может быть, папа, мама вас недостаточно уважали, любили, вы всю жизнь боретесь за то, чтобы им что-то доказывать. Бессознательно, они сейчас вас хвалят, вами довольны. Но вот это чувство в детстве еще базовое не добрал, оно не закрыто, поэтому сейчас вот так поступаете. Видите, какие ситуации, да, вот опять же пример, немножко не по вашей истории, но все равно для размышлений. Поэтому вам надо разобраться с самой причиной и понять, что я хочу. Вот ваше задание я даю, вам надо на листке написать то, что я хочу в жизни, мои цели, хочу развитие, хочу работать, хочу снимать отдельно квартиру, хочу жить отдельно от его родителей и так далее. Вам для начала надо определиться, чего вы хотите конкретно знать, а не расплывчато. А то я чувствую, что я не развиваюсь, а я не хочу то, а я не хочу все. И вам просто не хочется, ваша любовь сильная, потому что вы страдаете в этих отношениях, вас как невротик, это и привязывает к нему. Но я хочу, чтобы вы посмотрели правде в лицо. Это типичный, обычный, нормальный турецкий мальчик, воспитанный нормально, но из небогатой семьи, ну такую среднего класса, да, назовем, да, у него же какой-то бизнес, есть какие-то деньги, он вас содержит и так далее. Но его правила жизни, нормы здесь абсолютно стандартные. Каждый второй турок хочет жить рядом со своими родителями, что они не отрываются от семьи. Он никогда от нее не оторвется, у него всегда будут обстоятельства, когда кому-то что-то надо помогать будет членам семьи, воспитывать. Потому что сестра пятилетняя, потом ее учеба пойдет, институт и вся история. Да, вы на всю жизнь с ними. А сейчас вам еще просто предлагают осуществить конкретную турецкую мечту, съехаться с ними в одном доме. Вы просто вообще подумайте, в вашем вот этом списке, чего я хочу от жизни, такой вариант существует. Зачем мириться с тем, чего вы не хотите? Вы никогда, закрыв глаза, подавив в себе, смирившись, приняв, счастливой-то не будете. У вас вот эта чертовщинка и агрессия, скорее всего, будет еще и скрытая агрессия, подавленная, она у вас все равно будет сидеть. Вы будете ненавидеть всех его родителей, сестру и его в итоге. А дело-то за вами стоит, это вы выбор делали. Он вам вот по-честному раскрыто все карты предоставляет, как будет. А вы для того, чтобы быть в невротических отношениях, трепать себе мозги, потому что вам такая не выставляет, для этого вы его и выбрали с такими ценностями, которые вам не подходят. Это вам уже заведомо на всю жизнь вперед оставаться, если с ним нервотрепка будет, повод там подискутировать, понервничать, попсиховать и помириться. И опять, вот это, короче, вся история. Вы поняли, да, к чему я говорю? Под видео я оставляю свою почту, пишите ваши анонимные истории или записывайтесь ко мне на консультации психологические. В комментариях поставьте лайк обязательно этому видео. И в комментариях напишите, что вы девушке посоветуете, какой совет дадите. Возможно, кто-то был в подобных ситуациях, она искренне ждет ваших советов, о чем в письме и сказала. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.